Здравствуйте, вы в Венеции. Вчера Верона унесла достаточно серьезный урон на нашу психику. Я первый раз бы выживала на вокзале. И на наш алкоголь. Ну, алкоголь, ладно, хрен с ним уже. А вот спать на вокзале на холодной мраморной скамейке, это, знаете ли, значительно. Вот, и мы приехали в Венецию, но так как мы не в мебельмесе, как тут ездите, нет точного адреса, то мы решили пойти пешком. И мы пошли пешком. И мы даже и пошли пешком. И почти пришли уже туда, куда нужно. Почти пришли, осталось еще пару островов прочесать, и, в общем-то, мы и цель. Да, пока мы находимся на набережной. Вот Наташа изучает айпад, что нам осталось пойти прямой. Вот так выглядит, собственно, набережная Венеции. Какие-то замки непонятные, чайки, которые кушают голубей, утопленных, ими же. Люди, узкие улочки, гадящие на улицах собачки. Пустые пивные бутылки. И мы со нашим нехитрым скарбом. Нехитрым, но тяжелым. Нехитрым, но тяжелым, да. Вот, если учесть, что заселение у нас в 13.00, сейчас 10 минут 9-го, то буквально скоро мы окажемся возле дома, куда нас пока еще не пустят. Вот такие вот позитивные новости сегодня, в понедельник с утра. Еще мне звонили с работы, я не знаю, кто, но трубку убрать не стал, потому что у меня заслуженный отпуск, и я не хочу ничего делать, потому что я и так уже до хрена работаю тут. В Венеции, Вероне и в прочих других изысканных городах. Наташа, что-нибудь скажешь еще? Хочу сказать, что у вас проблемы с русскими языками. Да. Вот как-то так.